1911 год. Паровозы соединяют города. Люди начинают массово использовать автомобили. А власть становится все влиятельнее и контролирует все большее количество человеческой деятельности. В общем, мир меняется. И вместе с ним меняется так называемый Дикий Запад и порожденные им банды и бандиты, грабители и наемные убийцы, среди которых всю свою жизнь и пробыл Джон Марстон. Ранее наемный убийца, грабитель и член одной из самых влиятельных бан Дикого Запада. Сейчас он идет плечом к плечу с представителями Федерального бюро расследований. Он не хочет больше убивать, желает мирной и тихой семейной жизни, но для достижения такой цели ему вновь придется взять оружие в руки и убивать. Много убивать. Ведь его семья сейчас находится в заключении и чтобы снова увидеть ее, ему необходимо будет выполнить задание, поставленное сотрудником бюро расследований Эдгаром Россом. Очистить Запад от всех диких банд. Перейдя с парома на поезд и по прибытию получив свое задание, Джон находит себе гида, назойливого старика по имени Джейк, который и приводит к убежищу его первой цели, старому приятелю Марстона Уильямсону. Но вместо того, чтобы просто нападать на товарища, Джон пытается убедить того сдаться, что в итоге приводит лидера небольшой здешней группировки в бешенство. Джон получает пулевое ранение и падает наземь, теряя сознание. Он мог бы так и умереть здесь, вдали от города и сгинуть на потеху падальщикам, но ему повезло. Мимо этого места проезжала повозка, которая и спасла бедолагу. Проснувшись на утро, Джон узнает, что его спаситель, а вернее спасительница, это Бонни Макфарлейн, дочь местного владельца ранчо, на территории которого и находится раненый. Добродушная, но боевая девушка со своего кармана заплатила местному лекарю, чтобы тот вытащил Джона с того мира и взамен просит помощи поселению, на что Джон, не имея морального права отказать, соглашается, а отработав свой долг, отправляется в путь, а именно в городок Армадилла. В городе Джон знакомится с местным шерифом Ли Джонсоном по прозвищу Маршал. Джон соглашается помочь избавить Армадилла и его окрестность от преступников, но не за просто так. В обмен на помощь Маршал спланирует нападение на Форт Мерсон, место, где на данный момент скрывается Билл Уильямсон. Естественно, Форт вдвоем не возьмешь, и здесь на помощь придут люди, с которыми познакомится Джон во время своего крестового похода против преступности Армадилла. Прямо скажем, личности эти экстравагантные, а детали их знакомства с Джоном достойны отдельных историй, о которых мы, возможно, когда-то расскажем. А пока знакомьтесь. Найджел Уэст Диккенс – старый мошенник, торгующий эликсиром. Как он утверждает, это лекарство от многих, если не от всех болезней. Сет Брайерс – любитель трупов и легких денег. И ирландец – неисправный пьяница и любитель потравить байки. Сражение с защитниками Форта Мерсер было жарким, но бессмысленным. Биллу Уильямсону удалось сбежать в Мексику вместе с Хавьером Эскуэллой, и Джону тоже придется отправиться туда. Ирландец сопровождает Джона до провинции Нуэва-Парейса, местности, в которой скрылся Уильямсон. Во время пребывания в этой провинции Джон успеет поучаствовать в гражданской войне, познакомиться с легендарным стрелком и даже поучаствует в ограблении поезда, но эти события не столь важны, как задача Джона для выполнения которой ему придется работать со здешними властями. Управляет провинцией полковник Агустин Альенде, который носит титул губернатора и живет на вилле, переделанной под неприступную крепость. Вернее, почти неприступную. Естественно, в регионе неспокойно и славному полковнику угрожают опасные повстанцы, поэтому Джон и полковник Альенде приходят к договоренности. Джон помогает решить проблему повстанцев, а губернатор в обмен выдаст ему Эскуэла и Уильямсона. Вместе с подручным полковника, капитаном Винсенте де Санто и капитаном Эспинозой, а также множеством солдат, Джон выполняет свою часть сделки. Тут стоит отметить, что капитаны грызлись друг с другом, и каждый считал себя правой рукой полковника Альенде. Что же, пришло время и губернатору выполнить свою часть, и он делает это, говоря, что Эскуэла и Уильямсон ожидают Джона в церкви. Вот только вместо сладкой парочки в церкви будет засада, во главе с капитаном де Санто, которого сюда послал полковник Альенде. Он и не думал выполнять свою часть уговора. Джон должен был умереть, но в последний момент на помощь герою приходит глава повстанцев Абрахам Реес. И под крики «Вива ля революсион!» или «Что там кричат мексиканцы?» он вместе с повстанцами убивает мексиканских солдат, а Джон расправляется с капитаном Эспинозой. После всего произошедшего Джон переходит на сторону повстанцев. Враг моего врага – моя мига и все такое. Ему вместе с повстанцами удается настичь капитана де Санто, и тот под пытками выдает, что Хавьер Эскуэлла скрывается в поселении Касса Мадругада. И, конечно же, это была ложь. Кто в здравом уме будет прятаться в обычном поселении? Хавьер Эскуэлла пережидал бурю в форте. В форте под названием Эль Пресидио, где его выследили люди Абрахама Рееса. Конечно, не обошлось без штурма, а после старые друзья Джон и Хавьер поговорили по душам. После погони за Хавьером в наших руках будет его судьба. Пристрелить его как последнего пендеха или оставить ему жизнь зависит от вас. В любом случае его надо доставить к Эдгару Россу и Арчеру Фордхэму, которые просто погрузят Хавьера в автомобиль и напомнят, что работа еще не окончена. Ясное дело, что штурм форте не остался незамеченным, поэтому Уильямсон платит полковнику Альенде за защиту, но его дни сочтены. Повстанцы почуяли запах победы и крови, а их глава хочет власти. Так что штурм виллы полковника всего лишь вопрос времени. И когда это время пришло, мятежники пробили ворота и перебили всех солдат, охраняющих полковника. Сам же Альенде и Уильямсон пытаются скрыться на бронированной повозке. Джон и Абрахам Реес бросаются в погоню и убивают охранника, вследствие чего дилежанс останавливается. Альенде из-за страха за свою жизнь сдается и пытается торговаться. Мол, Джону нужен Уильямсон, а не он, и обещает Реесу покинуть страну. Но это ему не помогло, и губернатор заканчивает свою жизнь, будучи пристреленным мятежником. Уильямсона же убивает старый друг. После славной победы Реес собирается отправиться на столицу, а Джон направляет свои стопы в Блэк Уотер для встречи с агентом Эдгаром Россом. Хотя два из трех звучит неплохо, но еще остается Вандерлинд. Он же голландец, он же бывший лидер банды, в которой когда-то состоял Джон. Поэтому наш герой вместе с Эдгаром Россом и Арчером Фордхэмом и остальными агентами бюро отправляются на охоту. Но, как вы могли догадаться, голландец отнюдь не собирался где-то укрываться и сидеть сложа руки в ожидании, пока его найдут. Нет, члены его банды давали активные отпоры, потому Джон и агенты вступили в несколько боев в районе Западной Элизабет. Чтобы найти логово голландца, Джон сотрудничает с Гаральдом МакДугалом, профессором Ельского университета, который не очень-то хорошо разбирается в том, что изучает, и с Настасом, коренным американцем. Спустя некоторое время им, наконец, удается найти голландца. Джон, агенты бюро и даже сама армия США, наконец, загоняют его в угол. Естественно, будет финальный разговор, в котором голландец утверждает, что правительство всегда найдет нового монстра, чтобы оправдать свою зарплату. А после этих слов, не желая быть пойманным, он прыгает со скалы и разбивается насмерть. Уговор перед агентами ФБР выполнен, и Джон с чистой совестью возвращается на свое ранчо, где его ждут жена Абигейл, 16-летний сын Джейк и друг семьи дядюшка. Вот и настали славные времена. Живи простой жизненно ранчо и будь свободен от притеснений со стороны закона. Все, как и хотел Джон Марстон. Ведь так? Но всему суждено оканчиваться. И счастью Джона тоже. Одного дня Эдгар Росс вместе с армией США и агентами бюро явился к ранчо Марстона. В перестрелке погибает дядюшка, и Джон понимает, что пришли за ним. Он умоляет жену и сына бежать, ведь им незачем умирать. После короткого, но страстного прощания, Эбигейл и Джек уезжают, а Джон, спокойный и уверенный, выходит к своей судьбе. Он забирает с собой на тот свет столько солдат и агентов сколько может, после чего погибает от множества пулевых ран. Агент Росс пережил бойню на ранчо и уехал удовлетворенным, ведь последний член банды голландцев умер на его глазах. Как только стрельба стихла, Эбигейл и Джек вернулись на ранчо. Они похоронили Джона рядом с дядюшкой на вершине холма, откуда открывается вид на ранчо. Могилу Джона украшает надпись благословенны миротворцы. История Джона закончена. Что посеешь, то и пожнешь, да, агент Росс? Агент, из-за которого вся эта история и закрутилась, в конце концов будет убить Джеком, сыном Джона. Убит, застрелен без тени сомнения. Спасибо за просмотр. Отдельную благодарность хотел бы выразить ЭВВС, Экис 89, Алексей, Флайз, Меретику и всем остальным, кто поддерживает нас на Патреон и через Донейшн Алёртс. Их имена и ники вы видите перед собой. Также не забывайте про Твич, группу ВК и Дискорд. А на этом все. С вами был Гуднейчерд, Чаевам, Печенюшек и услышимся в следующий раз.